Добрый день, дорогие друзья, с нами на связи Борис Юрьевич Кагарлицкий из Иркутска. Хотим получить первый комментарий, Борис Юрьевич, как у вас по региону и комментарий в целом по итогам сегодня уже голосования по России? Ну, в общем, все достаточно противоречиво. По региону мы тут считаем, что неплохо все получилось, потому что по Иркутску чуть-чуть улучшили результат по сравнению с 2016 годом, не радикально, но улучшили, но зато под двум другим регионам, которые входят в территориальную группу, где баллокировалась команда Левченко, если можно так выразиться, А результат просто блестящий, потому что в Магаданской области в два раза увеличился результат КПРФ, и опять же, я прекрасно помню разговоры с товарищами в Магадане, они не ждали такого успеха, то есть, когда они сказали, что для нас 20% это предел мечтаний в сложившейся ситуации, но все-таки там довольно трудное у них положение, Ну вот, вот вам предел мечтаний достигнут, вот вам 20% они есть, то есть люди достигли своего предела мечтаний, это замечательно совершенно. А в Якутии это вообще сенсация, потому что в Якутии КПРФ тоже была довольно слабой, она проигрывала справедливой России, мы знаем, и в общем в любом случае очень сильно отставала. Вот, Единая Россия, это вдруг раз, Якутская КПРФ вышла на первое место 35%, причем при довольно высокой явке, что интересно. И, кроме того, они избрали своего кандидата Амосова по одномандатному округу, оттеснив, кстати, довольно популярного и известного там политика от «Справедливой России» Федор Тумусова, который, в общем, считался там, в общем, долго время фаворитом. То есть неожиданный и достаточно масштабный успех, то есть теперь КПРФ первая партия Якутии. И надо сказать, что, вообще-то говоря, все-таки именно в востоке страны такие результаты, потому что в Хабаровске, где вот мы все время говорим, что Дегтярев удержал свою позицию, остался губернатором, как мы знаем, вернее, в Рио стал полноценным губернатором, но при этом КПРФ на небольшой все-таки процент, но пошла и на Россию, то есть, в общем, эта регионка тоже победила именно КПРФ, хотя, повторяю, в целом на губернаторских выборах, конечно, власть одержала победу, ожидаемую, кстати, потому что все-таки оппозиция выдохлась. Но я, кстати, скажу больше, если бы не раскол КПРФ, который там случился в прошлом году, когда, в общем, две группы, условно говоря, между собой не поделили власть партии, ну и, кстати, тактику не поделили, то есть более умеренная группа Петра Перевезенцева вытеснила более радикальную команду Максима Кухушкина, который ушел к Шевченко в РПСС, Российскую партию, с Побода и Справедливости, ну и там проиграл выборы, естественно. Как вы понимаете, в этом контексте, то, наверное, результаты КПРФ были бы выше, то есть, если бы вот эти две группы между собой не поссорились, не раскололись, то, наверное, мы бы сейчас видели бы в Абаровске, в общем, наверное, другой результат. Но так или иначе, так или иначе, но, в общем, восток страны показывает хорошие результаты для оппозиции, хорошие результаты для левых, хорошие результаты для КПРФ. А что касается страны в целом, то, к сожалению, все очень предсказуемо, потому что в целом по России мы видим все-таки, во-первых, гораздо больше масштаб фальсификаций, чем на Востоке, в Сибири и на Дальнем Востоке, точнее. Кстати, фальсификации там тоже были, как вы прекрасно понимаете, но почему-то, чем дальше на Запад, тем лучше и хуже все становится. То есть, это очень печально, но это так. Кроме того, мы видим, что на Востоке страны власть где-то довольно легко уступает некоторой позиции, потому что все-таки они понимают, что даже если оппозиционные партии наберут больше голосов на Востоке, это не решит ситуацию в Госдуме, поскольку все-таки самое большое количество голосов и мест дают регионы Европейской России, в том числе, кстати, Москва и Питер. И вот здесь, конечно, начинается бой не на жизнь, а насморк, потому что мы видим, что здесь творится в Москве. Вот до сих пор, кстати, пока мы с вами разговариваем, я не знаю последних результатов, я разговаривал по телефону с Мишей Лобановым, кандидатом от КПРФ, независимым Левым, которого я очень высоко ценю и считаю в этом мире своим учеником. И вот они примерно 10 тысяч голосов опережают своего соперника от Европейской России, но если сейчас придет электронное голосование, и если оно будет, как мы ожидаем, политифицировано, то власть запросто может результаты переиграть. И, в общем-то, ситуация очень хорошая получается, конечно, не только. Поэтому я думаю, что и протесты в какой-то мере неизбежны. В какой форме, это другой вопрос, но выборы ничего не решили, это так и надо было ждать. Они не должны и не могли ничего решить, но они многие показали, вот я бы так определил. Выборы ничего не решили, но многие показали, потому что, во-первых, они все-таки показали, что страна хочет перемен и не хочет мириться с тем, что есть. И даже при сложившихся обстоятельствах, при институциональной классификации, как я подчеркиваю, то есть когда классификация выборов просто внесена фактически как часть процесса в предвыборное законодательство. То есть предвыборное законодательство специально составлено для облегчения классификации. Даже в условиях административного нажима, даже в условиях неравенства шансов, даже в условиях, когда большая часть, сколько-нибудь привлекательных кандидатов не была зарегистрирована или была снята с выборов. Тем не менее, как выясняется, можно давать бой и можно даже в каких-то случаях выигрывать. Это очень важный урок. И можно сказать, что выборы, как в кривом зеркале, отразили реальные процессы, подходящие в обществе. То есть именно кривое зеркало, потому что никого другому зеркала нам не дадут сейчас. Но хоть бы в кривом, но все равно хоть что-то отразилось. Поэтому еще раз говорю, выборы, с одной стороны, ничего не решили, но показали, что страна созрела для перемен, и начнут эти перемены уже неизбежны, на мой взгляд. К сожалению, я думаю, что они пройдут не через выборы, а каким-то другим путем. Но выборы свою роль в этом процессе сыграли уже. И, в общем, дальнейшие события тоже можно предсказать, потому что, так или иначе, в Думе пройдет несколько серьезных принципиальных депутатов от оппозиции. Даже не важно, от каких партий. Прежде всего, конечно, это будет КПРФ. Но, в любом случае, в Думе будет хотя бы несколько депутатов, которые будут реально бороться, реально отставить свои позиции. И уже это, мне кажется, изменит обстановку. Если не в Думе, то вокруг Думы. Борис Юрьевич, вот да, совершенно точно Вы отметили, что выборы показали определенный результат. Как известно, многие с этим согласны, что у нас один избиратель, один-единственный, он сидит за Кремлевской стеной. Он один принимает решение. Покажут ли ему объективную картину этих выборов, на Ваш взгляд? Ну, как раз получилась для него неприятная история, для этого главного или единственного избирателя. То выяснилось, что он все-таки может и главный, но не единственный. Вот и главный неприятный урок, который он получил. Да, Вы за Кремлевской стеной, Вы крутые, Вы очень важные, от Вас все зависит, но Вы знаете, что зависит все-таки не все. А есть какие-то вещи, которыми Вы не можете управлять. В частности, Вы не можете управлять мнением всех 140 с лишним миллионов людей в России. И это неприятный для них сюрприз, потому что они же все, как говорят по-английски, control freaks. Безумцы контроля, маньяки контроля. Они хотят контролировать все, все домаляющие детали. И каждый раз получается неприятная история, что все нельзя контролировать. Что-то не контролируется и вырывается, и они будут пытаться это исправлять и так далее. Сейчас очень интересно, как себя будет вести администрация президента и команда Кириенко. Потому что у них были определенные планы по итогам выборов. Эти планы, не скажу, чтобы сорваны. Но сейчас им придется эти планы как-то корректировать. Опять же, интересно, будут они их, что называется, продавливать любой ценой, скажут, ну, в конце концов, ладно, там не все получилось, но все равно дожмем и все делаем, как хотим. Или они будут переосмысливать свои планы, что-то перепланируют и так далее. Но есть еще одна вещь, что, конечно, для того, чтобы какой-то общественный, социальный и политический компромисс достигнуть в обществе, надо было это начинать делать раньше. Сейчас, пожалуй, точка невозврата уже пройдена. То есть уже, что называется, путем каких-то компромиссных частичных реформ без серьезных, может быть, даже и встрясок. Существуют ли факторы на сегодняшний день, на данный момент, которые могут удержать власть от вброса данных электронного голосования, от корректировки какой-то значительной? Ну, честно сказать, это самое интересное, понимаете, вот вы меня спрашиваете, понимаете, вот там, вот вопрос, который, может быть, так, считаете ли вы Кириенко и его окружение совершенно безответственными идиотами или не считаете? Вот вопрос может так сформулировать, понимаете, знаете, я колеблюсь, колеблюсь. Но по результатам их деятельности мы как раз это увидим, потому что если они сейчас пойдут в пути массивного и, что называется, агрессивного вброса результатов в Москве через электронное голосование, то ответ на этот вопрос будет «да», «да», считаю. Вот. А если они как-то образумятся, ну, значит, они не совсем безнадежны. Но беда в том, что время уже, повторю, упущено. В тот момент, когда можно было компромиссно как-то вот гладенько вырулить, на это время ушло. И, понимаете, ну, как, опять же, хотят ли они спровоцировать волнение в Москве? Повторю, тут еще очень важный момент. Я не говорю, что волнения будут, да? Сейчас не одиннадцатый год. Люди изменились, обстановка изменилась. Но тут другой вопрос. Сама власть, вот хочет она провоцировать или нет, понимаете? То есть, провоцировать удачно или неудачно, это другой вопрос. Они вот, если сейчас пойдут по пути массивного агрессивного вброса, то они действуют провокационно. Как реагировать общество будет на эту провокацию? Другой вопрос. Кстати, может быть, это довольно тоже агрессивно. Но этого мы знать не можем. Но сейчас, что называется, шарик на их стороне. Вот пойдут или нет, обратите внимание, они уже вот застряли. Видите, они никак не могут подвести итоги электронного голосования. Ну, что у них, вдруг разом все компьютеры, что ли, сели? Что у них там накрылись все, не знаю, сервера или что произошло? Ну, почему? Что у них нет хороших компьютеров? Да не в этом дело совершенно. Я так думаю, что они сейчас сидят как раз в это самое время, пока мы тут с вами разговариваем, идет какое-нибудь заседание в администрации. Одни говорят, да мы сейчас доживем, да мы сейчас вбросим там 2 миллиона голосов. Все будет как надо. И все у нас нормально. И вообще всех задавим и задушим. И говорят, ой, ну не надо, может не всех задушим, может через одного, может быть не каждый душит, а может не до конца будем душить, а может быть так гуманненько подушим. Вот. И вот они сейчас спорят на эту тему. Еще может какой-нибудь там диссидент выйдет и скажет, а может вообще душить не надо. Ну, скажет, да это совсем уже, не знаю, свалился. Но, в общем, какая-то такая дискуссия там у них, видимо, сейчас идет. Последуют ли кадровые решения после вот этих так называемых выборов? Ну, какие кадровые решения? У нас же все всегда замечательно. То есть, снять кого-то после провала работы, значит признать факт провала работы. А российская элита по-своему таки образом, что факт провала работы, даже если он очевиден, все равно никто не признает. За слугу даже, да? Да, ну да все что угодно. Ну, даже все видят, что полный провал, скажут, да нет, какой провал, нормально. Все у них в порядке. А потом из-под тишка так тихонечко переведут, там, не знаю, послом на остров Фиджи куда-нибудь. К людоедам желательно. Так вот, и бедные людоеды будут вынуждены сесть на диету, потому что это они есть не захотят потом. Вот, но в любом случае, я думаю, что сейчас немедленных корректировок не будет. Более того, если говорить о группировке Кириенко, которая контролировала выборы, да, они в значительной мере работа провалили, но, понимаете, как бы они не провалили, все равно власть у них. И они всегда могут дать хорошую интерпретацию. У них же не только власть над бюллетенями, да, или там над избирательной комиссией, у них власть над масс-медией. У нас даже еще такая ситуация, что у них власть над информацией, которой от них поступает президент. Поэтому я догадываюсь, что Путину не очень нравится то, что получилось, но масштабы надобегающейся катастрофы, конечно, о нем рассказывать не будет. И поэтому я надеюсь, что у Кириенко все в жизни будет хорошо. Вот, хорошо ли будет у нас, это другого вопроса, потому что у нас будет не все. Ни Медведев, ни Шойгу, ни Лавров не приехали на встречу со своими сторонниками на подведение итогов выборов. Как вы думаете, почему, Борис Юрьевич? Ну, они уже забыли, что они избираются. Я думаю, они как-то заняты другими делами. Все прекрасно понимают, что ни Шойгу, ни Лавров, ни Медведев не бросят свои дела, чтобы стать рядовыми депутатами в Государственный Дуб. Единственное, если бы кто-то из них хотел бы сместить Володину, но это не очень интересная перспектива. Я думаю, что они все стараются сидеть на своих местах, и это разумно. Они вцепились в кресло просто, на братье, со всех сил, и боятся выпустить это кресло из рук. Потому что как только выпустишь, то же его и вытащат из-под тебя. Поэтому я думаю, что все заняты своими делами. Но я еще раз говорю, они, конечно, не проиграли. Власть не проиграла эти выборы, это очевидно. Но представьте себе, что вы играете против оппонента, который играет без сверзя и вообще без тяжелых фигур. Которую вы сами только что у него забрали. А потом вдруг почему-то сыграли практически в ничьи. Ну да, поражения вроде бы нет. Технически засчитанная ничьяна вообще это катастрофа. Это позорище. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!